Всем привет, ребята! Я вас вещает Ксаня. Решил я сегодня записать террелиз персонажей для 15 сезона в Ranked. В принципе, в Ranked я уже достаточно много наиграл. Лапнул Predator, расформировал какое-то мнение о этих персонажах. Соответственно, будем мы с вами делиться. Хоть изменений на самом деле не так много, но новая мапа внесла свои корректировки, поэтому есть что сказать. Не забываем подписываться на YouTube. Снизу-снизу колокольчик, вот все дела. Также есть Telegram, там всякие интересные и неинтересные штучки. И тик-токи. Тик-токи мы все любим, поэтому не забываем. Ну что ж, начнем. Начнем мы, наверное, с самого низа. Это F-тир. Он заслуженный по праву. Каждый сезон достается одному персонажу. Это Mirage. Я даже думаю, что можно назвать этот тир M. FM. Потому что Mirage из сезона в сезон остается все так же плохо. Конечно, у него есть свои интересные особенности, но по сути дела я не вижу ему никакого применения ни на этой мапе, ни вообще для ранки. Да как минимум. Не вижу. Он просто слаб. Его ульта, конечно, может дезориентировать оппонента, но по ощущениям есть персонажи сильнее. Давайте засунем Каустика куда-нибудь. Каустик, мне кажется, утратил свою силу во многом. Но, наверное, все же в цитир его отправим. Потому что дефант потенциал у него большой. Он может вам помогать защищаться, когда на вас нападают. Это приятная функция. Персонаж не такой веселый, наверное, для игры. Поэтому, ну, наверное, в дейтирую и оставим. В цитир, в цитир. Давайте тоже большого персонажа возьмем. Гибончика, его друга. Наверное, наверное, все же. Гибончик тоже. Он как бы из меты потихонечку уходит. Но паблик это такая интересная вещь. Она всегда может помочь. Иногда, конечно, может и сломать, прости меня, Илюха, или Дан, но я засуну его в байтир. Поскольку очень много персонажей, которые, я считаю, сильнее гибы, гибы мешаются ему сейчас. И Апекс больше уходит от такой, типа, тэфенс меты, где ты просто бегаешь, что-то делаешь. Больше в такую утилити игру, где способности очень сильно решают. И такие персонажи, как, не знаю, Фьюз, которого давайте тоже засунем куда-нибудь. Фьюзы уже мешают другим персонажам по типу гибы и Костика. Просто спокойно жить и существовать в своих домах. Но Фьюз, конечно, это персонаж такой. Он сложный, наверное, больше в своем применении, поэтому тоже засунем его в байтир, потому что, ну, не знаю, мне просто он не сильно нравится. Как бы он, мне кажется, имеет огромный потенциал, но в силу того, что ему надо очень хорошо играть, понимать, куда ты кидаешь свои обилки, то-се, не такой ситуативный, как все остальные, и мне не сильно нравится. Поэтому оставим его в байтире. Давайте возьмем ему какую-нибудь подружку, которая тоже, как по моему мнению, такая же, как Фьюз, но сильнее с точки зрения обилок. Это Мэгги. Мэгги очень простой персонаж. В использовании ее обилок ты просто кидаешь их, и ты уже даешь большой импакт. В принципе, поэтому, мне кажется, что она достойна S-тира. Но учитывая то, что мы говорим за Broken Moon, где она еще и позволяет добегать там до каких-нибудь мест, по Open'у передвигаться с помощью ее шарика, сбивания там всяких кушек, пуп-пуп-пуп-пуп. Наверное, наверное, да. Хотя у меня что-то подсказывает, что, наверное, все же ее лучше засунуть в A-тир. Не такая она сильная, как кто-то завалялся. Вот сидит вот Rampart, да? Но Rampart больше подходит для пассивного, опять же, геймплея, что в Ranked'е мне не очень нравится. Поэтому, я думаю, ее можно засунуть в C-тир вместе к Каустику. Будут они там вместе обороняться в какой-нибудь хатке и никого не подпустят. В принципе, я думаю, им там будет комфортно весьма. Ash. Ash я бы с удовольствием засунул куда-то высоко, но мне очень не нравятся ее обилки. Ее обилки, ее кушка, ее ульта, они очень сильные, очень ситуативно хорошие, но они очень плохо работают. Ульту практически не видно, куда ты даешь. она иногда сбивается и дается в миле, если чуть-чуть двинул прицельчиком. Кушка из Кушки почти все персонажи могут выйти. Она там то работает, то не работает, то Хорайзен улетает на Кушке, то стакается. В общем, непонятный персонаж. Мне кажется, он очень сильный, но очень сломанный. Поэтому, наверное, только B тиры достоин. Хотя потенциал у этого персонажа, мне кажется, большой. Лоба. Но этот персонаж мне просто не нравится. В силу того, что мета просто того, что ты бегаешь, стреляешь, потихонечку уходит и появляются персонажи с сильными кнопками. У Лоба таковых кнопок нету. Поэтому только D тир. Ульта у него, конечно, для Ранкеда тоже прикольная. Но в Ранкеде, мне кажется, что проблем с ресурсами не так много, поэтому не то чтобы Лоба сильна. С другой стороны, с другой стороны, вот я говорю про то, что обилки сильные, вот это вот все такое. Но мне кажется, что Pathfinder, особенно на Broken Moon, очень даже неплох. Учитывая, что у него нету ни одной обилки, казалось бы, за то, что я так речу о обилочке, вот это все. Стрелять пи-пу-пау-пау. У него нету их, но он очень большие расстояния преодолевает и может брать хорошие углы. При этом он иногда и команду может куда-то подбросить, занимать какие-то хай-граунды. На Broken Moon, мне кажется, это достаточно сильный персонаж, но в силу того, что он не имеет как раз-таки обилочек, я его немного недолюбливаю, но Этира, мне кажется, он заслуживает. Ну, засунем его чуть подальше, чем Мэгги. А пойду я по необычным своим предпочтениям, в Эстир я засуну лайфу. Почему лайфа? Как бы, обилок нету, скажете вы мне. Просто бегает, вроде бы такой себе персонаж, стыд, все дела. Я скажу вам, мне просто она нравится. И в Ranked, когда ты не ходишь особо бегать, лутаться, крафтиться и все такое, ты хочешь там побегать, подраться, либо даже побегать, постоять. Персонаж очень сильный, он может вызывать свой дропчик, давать вам на один Great Armor больше, то есть вы бегаете в трех стильных, бац, вызвали у вас фиольчик уже, вам не надо драться, вам в файтах достаточно просто выживать, потому что у вас все время есть ресурсы, все время есть очень полезная хилка в виде кушки, которая очень быстро у вас файтах ресетает. И если у вас кто-то нокнется, не дай бог, то она и леснуть может, и забайтить врагов, и очень большой потенциал у нее, мне кажется, и мне она очень нравится. Поэтому она в S-тир идет, но сомнительная, сомнительная, конечно, согласен. Так, новый персонаж, Каталист. Мне кажется, что она прикольная, мне кажется, что она не S-тир, но свои, как Defense персонажи, вот тут есть, так сказать, у нас C только Defense. Персонажи собрались. Она не только в Defense сильна, сколько она еще может давать в Open свою стеночку, давать кушечки свои. В общем, персонаж прикольный, стенка вариативная весьма, пассивка у нее очень прикольная. Не знаю, мне просто персонаж импонирует, поэтому, наверное, A-тир, и потенциал у него еще достаточно не раскрыт, персонаж новый, много еще людей пытаются на нем играть. В Pro League сейчас очень много на ней кто играет, кто ее тестит, поэтому мне кажется, что она достойна A-тира, и скоро мы увидим еще больше и больше перформанса от этого персонажа. Давайте возьмем Актанчика. Сейчас топ-1-топ-2 предатор бегает на Актанчике, но мне кажется, Актанчик не так силен. Хотя на Broken Moon в принципе небольшие такие расстояния, есть зипки, на которых можно передвигаться, Актан позволяет преодолевать небольшие расстояния, где-то подпушивать, запрыгивать на эти зипки тоже с батута. КД у него небольшой, ну вообще, ну наверное, в B-тира его засунем, все же, ну отдадим честь топ-1-топ-2 предатору. Не зря же он на нем играет, не зря же он на нем ПТ сапает, поэтому засунем его в B-тиру, хотя мне кажется, что он достаточно слаб. Ватсон, Ватсон. Ну для Ранкеда, мне кажется, она идет к своим друголечкам, к Рампарту и Костику. Не то, что хочется на ней играть в Ранкед, хоть она и красивый, интересный, харизматичный персонаж, но для Ранкеда, мне кажется, слабоват. Что ж, давайте продолжим по необычным таким, как мне кажется, пикам. Это Вантаж и A-тир, потому что она похожа чем-то на робота, у нее есть пассивка, на которой она может забираться на хайграунде. На Брокенмуне очень много таких интересных гор, хайграундов, домов, крыш, с которых очень сильно можно отыгрывать, очень можно хорошие углы давать. И у нее есть прикольная пассивка, на котором она может определять арморы, с этих хайграундов стрелять со своей снайперки, давать, в принципе, много импакта. Мне кажется, неплохой персонаж для Ранкеда, но такой. Не знаю, сам бы я, на самом деле, на ней не стал бы играть, но вот так вот, если со стороны смотреть и думать, персонаж выглядит интересно. Давайте по компетитив мети пройдемся, по вальке, которую я, наверное, засуну в Б-тир, потому что, не знаю, на Брокенмуне вот эти вот диплайны, которые добавили респаун, очень хорошо подходят под ротейты и, возможно, подсосы файтов там и прочее, то есть особо ульта вальке не нужна и в редких моментах она пригождается. Хайграундов там не так много, на которые можно там горы перелетать и все такое, поэтому, мне кажется, валька в Б-тире достаточно хорошо сидит, ну, я немного хейтер вальке. Рейв. Грубо, наверное, будет засунуть рейв в Ц-тир, но мета рейфы уже давно, наверное, ушла, конечно, не можно еще бегать, фланковать и так далее, но когда есть один замечательный персонаж, то бишь, вот этот вот паренек в игре, то на рейв очень становится сложно делать импакт, делать вот эти вот подходы там незаметные, аккуратные, еще на кушку бегать, поэтому рейв, я думаю, ослабела, ослабела, засунем ее в Ц-тир, как раз таки вот из-за этого паренька, которого я только что упоминал. Сир, Сир это мета, метавость, мета, ну, три слова, не знаю, очень сильный волхак у персонажа, волхак в Ранкеде очень решает, если вы понимаете, о чем я. В принципе, приятно бегать, когда ты знаешь, что тебя не за гидкипит никто, брать файты всегда у тебя подсвечены враги, возможность битерессы, все в этом духе, в общем, персонаж топчик, я думаю, вы сами это понимаете, потому что он там, я думаю, большой пикрейт имеет, и, ну, я думаю, он заслуживает это место точно. Бангалор, Бангалор я тоже определю в С-тир, потому что Бангалор просто прикольный персонаж, смоки, это интересно, ульта у нее кдшится достаточно быстро, там, три минутки, ульта очень полезная под пуши, под дефенс, смоки очень интересная вещь, думаю, что также под пуш, под дефенс, в общем, универсальный персонаж для Ранкеда подходит идеально, мне кажется, особенно, если ты какие-нибудь дигиталы еще постоянно находишь, если у тебя вот этот парень есть, это вообще шикарно, и вот этот парень Бладхаун, опять же, в Вуллхаке, в Ранкеде это круто, ставим лайк всем персонажам с Вуллхаками, конечно, про счеты не говорим никакие, Вуллхак это круто, файтиться с Вуллхаком это очень удобно, поэтому в Ранкеде, где ты можешь как бы файтиться, ты можешь не файтиться, всегда приятнее персонажа иметь, который подсвечивает тебе врагов, на замену Сиру или даже совместно с Сиром, это просто бесконечный Вуллхак, Бладхаунд, мне кажется, заходит очень сильно, Ревенантик, Ревенантик, ну Ревенантик достаточно слабый персонаж, у него есть потенциал какой-то, в будущем, мне кажется, у него большой потенциал, у него кушка вырубает обилки, а обилок сейчас много очень в Апексе, и обилки очень сильные, и у него кушка вырубает обилки, но, мне кажется, пока он недостоин, недостоин, поэтому он отправляется в Д-тир, в будущем я бы следил за ним, потому что очень потенциально выглядит выключение способностей. Хорайзен, ну Хорайзен, безусловно, отправляется в С-тир, Хорайзен это мета, Хорайзен это возможность давать кушку команде на зипке, когда нету рядом джампадиков, быстрые ротейты, соответственно, с помощью этого, ульта очень полезная, очень сильная, кушка, опять же, не только для запрыгивания на вот эти зипки на Брокенмуне, просто кушка тоже очень полезная для файтов и всего прочего, персонаж самый очень приятный для игры, поэтому, ну, С-тир, безусловно, без каких-либо вопросов. Что ж, Нью-кассл, Нью-кассл это, блин, ну, наверное, А-тир, он, у него полезная кушка, у него полезный рез, ульта не очень полезная в ранкезе, но, мне кажется, с помощью кушки и пассивки можно делать очень интересные вещи, поэтому, А-тир, мне кажется, он вполне себе заслуживает. Так, и самое сладенькое, в скобках не очень, Д-тир для Крипта, мне кажется, конечно, Хиз Ватсон, то бишь, топ-1, топ-2 предатор, бегал в пару раз, я видел в ранкеде на Крипта, но, мне кажется, Крипта, конечно, очень сильный персонаж, очень интересный, с точки зрения обилок и прочего, ядно у него в компетии игра, но для ранкеда, мне кажется, слишком на нем скучно, не хочешь в дроны заходить, хочешь бегать с командой, там, что-то бегать, драться, не драться, не интересно тебе на Крипте играть, поэтому, наверное, Д-тир, и если тебе не интересно в дроны заходить, то, в принципе, тебе не интересно использовать его обилки, соответственно, он не использует свои обилки, значит, он просто Крипочек, который бегает, все по его дрончику стреляют, в общем, Д-тир, мне кажется, идеально он подходит, как-то вышло вот так вот, на этом все, друзья, такой вот Тирлист получил, надеюсь, он вам поможет разобраться в нынешнемете, а если вызывает он у вас только лишние вопросы, то залетайте в комментариях, подискутируем, пообщаемся, также пишите, как вам вообще это видео, формат такой, нормальный, ненормальный, может быть, что-то предлагаете свое, обязательно обсудим, рассмотрим, запишем, спасибо, что смотрели, всем пока!